Уже работает? Маленькую штучку Blizzard все-таки сделали специально для Nintendo Switch. А не чуть позже. А сейчас настало время надрать уже кому-нибудь попец. Будем играть за танка, потому что за дамагера длинное ожидание. Не хочу ждать. Вы прибываете в Eichewald. 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 Наконец-то. Итак, за какого танка будем мы с тобой играть? За Турбосвина? Нет, свиньи мне что-то поднадоели. Давай выберем, может быть... Кого выбрать? Сигму? Райнхард занят. Ладно, будем тогда за Сигму играть. Прежде чем запилить этот ролик, я долго думал, а стоит ли записывать на Nintendo Switch? Потому что на джойстике в такие динамичные игры я вообще не умею играть. Но, с другой стороны, все мы здесь на равных условиях. Все играют на геймпаде. Ну, по крайней мере, я надеюсь на это. Может быть, я, конечно, глупец. Но, когда ты играешь на портативной консоли, по-моему, в этом весь шарм. Ты сейчас можешь обратить внимание, что у моего персонажа трясутся руки. Словно он алкаш. И это, кстати, не мои руки трясутся. Нет, это не подумай. И это не мышка подключена или еще что-нибудь. Короче, на Switch есть такая штука, как гироскоп. И именно при помощи него и я могу целиться. При помощи гироскопа-то, прикинь? Сейчас я тебе покажу, как это выглядит со стороны. Короче, можно управлять стиком, как на обычном геймпаде. Или же для любителей хардкора, извращения и прочего, перейти на режим управления гироскопом. Сразу скажу, что это какие-то новые невероятные ощущения игры в такой динамический шутер. В каких-то местах эта штука очень полезна, в каких-то она мешает и всегда можно ее отключить. Вот, собственно, та фишка, о которой я говорил тебе в самом начале. А в остальном все то же самое, что на ПК или на других приставках. К сожалению, с фиксированной камерой показать всего того, что вытворяется с гироскопом, я не могу показать, поскольку у меня нет GoPro, которую я прикрепил бы себе на голову. Но обычно это выглядит примерно как VR. Только вместо шлема перед тобой в твоих руках консоль, в которой ты вертишь 360 вокруг своей оси, прыгая по всей комнате, пытаясь пристрелить врага. И при этом, Сом, ты пытаешься в квартире маневрировать, уворачиваться, чтобы не разбить мамкины горшки с цветами или картины. Вот именно поэтому я и говорю, что эта штука хардкорная и требует определенной сноровки. Эй, жирные свины, иди сюда. Иди сюда, я сейчас заполю тебя три шарика. Ай-яй-яй, плохо-плохо, я здесь один остался, ты чё меня, Рейхард, кинул? Ай-яй-яй, ой, больно. Ой, ну всё, это капец. Места моя будет ужасна. Сейчас я вот это... О, косю. Ну и мстя у меня, конечно, да. Косявая мстя получилась какая-то. Блин, жесть. Стик, что ты творишь со мной? Перейду на гироскоп. Дядя Свин, привет. У нас с тобой старые счёты. Какой жирный, а. Соску свою всосал, отхилился. Гадёныш. Творишь налево. Я чё, опять один? Да ну нафиг. Крысавчик, где ты там скажешь? Мне нужна твоя помощь. Слышь, что занерпить? Блин, не убегу. Как кусок коричневой массы упал. Короче, не зашло мне чё-то за Сигму. Поиграю за Рейнхарда. Попробую поплющить. Рейнхарда, крушить? Крушить? Дай мне кому-нибудь мозги расплющить. Опа. Снайпер. Ну всё, хана вам. Есть, одного расплющил. Тебе четырёхножка тоже достанется по черепухе. Вот так вот нафиг. Ура! В кои-то веке кого-то замочил. Значит, я не косорыл и не всё потеряно. Несмотря на то, что игра на маленькой портативной приставке, видно, что Blizzard пытались выжать из неё максимум. Поэтому играется комфортно, глазу приятно. Не думай, что у тебя там будет что-то выделяться из глаз или глаза будут упадать из век. Нет. Проверено на себе. Я уже играю третий день по два часа вечерком. И кроме покраснений в глазах, как бы вообще ничего нету. Нету, нету, на самом деле я шучу. Никаких покраснений нет. Всё очень достойно. За исключением того, что игруха идёт с 30 фпс в секунду. Не в минуту. 30 фпс в секунду, когда на ПК идёт в 60. И этого после двух минут игры ты не замечаешь, что идёт 30 фпс в секунду. Понятно, почему так сделано. Blizzard хотела совместить и графику, и плавность игры. И у них это получилось. Нет ни зависаний, ни фризов, ни лагов. По крайней мере, за те три дня, которые я играл, я не встречал ничего подобного. И получается, что единственное, что может тебя остановить, это плохое или медленное соединение с интернетом. Многие из вас, а если не многие, то я сейчас расскажу, знают, что на Nintendo Switch можно играть в большинство игр вместе, в кооператив или в мультиплеер, находясь в одной комнате. Варианта может быть два. Первый, это когда какой-то дурачок пришёл к тебе и отжал твой Joy-Coin, и тебе приходится с ним играть. И второй, когда этот дурачок, ну который уже твой друг, ну хороший твой друг, он приходит с Nintendo Switch тоже. И тогда вы объединяете две Nintendo Switch в локальную сеть, и можете лупиться друг против друга или вместе против врагов в Overwatch. А если вас ещё и четверо или шестеро, как обычно предполагает в Overwatch, то это можно просто командой разносить здесь всех. В общем, к чему я клоню? Зовёшь всех своих лучших друзей или дурачков, которые тебя окружают, но у которых есть Nintendo Switch, собираетесь все в одной комнате, качаете Overwatch, и создаёте свою Dream Team, которая всех рвёт, или которую все рвут, это как пойдёт. И тогда, возможно, ну если ты будешь хорошо играть вместе со своей командой, вас позовут Blizzard на чемпионат. Но это не точно. Но сам факт, что вы сидите со своими товарищами в одной комнате, не общаетесь по Discord какому-нибудь или по Skype, живое общение у вас идёт, у всех подгорают пуканы, и ты в любой момент можешь не сказать своему товарищу что-то, эй ты, да ты дурачок, там меня не прикрыл, ты просто берёшь и даёшь ему леща, такого хорошего, отвесистого. И он сразу всё понимает и осознаёт, вот что значит совместный мультиплеер, а не вот это, которое сейчас современное, ты там с другом за тысячу километров играешь вместе, и не можешь ему даже неприличный жест показать. А он на другом конце сидит и думает, ковыряешься ты в носу или нет. Ооо, какой карачок сладенький, сейчас мы из него отбивну и сделаем. Сейчас ещё ультанём, ну всё, он труп. Да ладно, чё такой живучий свинь? Где ты есть? Иди сюда, я тебя сейчас добью же всё равно. Ты посмотри ему пофигу, он бежит и дальше стреляет. Наконец-то его ушатали. Эй ниндзя, куда ж ты, подожди меня. Вот так вот ультануть он хотел. Всех об стенку, всех размозжу. Свинь, опять ты? Чё, нарываешься над бивной, да? Сейчас, сосочку вынь. Хватит хилиться. Блин, мы как обычно просираем, да? Ну да, я же в этой команде. Ооо, больно было. Но не совсем, конечно. О, ещё и Сигма сюда прилетел. И Дянь-Тян, или как тебя там зовут, тоже порхает. Тут как бабочки задолбали. Короче, я психанул играть за танков. Взял жнеца. И сейчас буду раздавать люлей. Наверное. На тебе. К булочке. Объект мой. Сейчас ещё кого-нибудь заберём. На ту сторону света. Горилла. Куда? Ты чё мне? Плачь мне за тысячу долларов портишь, а? Ты знаешь, какие цены на том свете? А ну иди сюда. Я тебя сейчас добью. Телепортнёмся, сейчас догоним тебя. Меняю позицию, меняю. Господи, здесь ещё и танк. Ребята, где вы все? Почему я один, как обычно? Я бздун, я бздун, я бздун. Я сваливаю отсюда. Так. Обходим с другой стороны. И нифига... О, здрасте. Чё, пришёл мне морду бить? Ха-ха-ха. Думал, я с тобой в рукопашку буду драться. Ой-ой. О, больно. Совсем больно. Если у тебя есть Nintendo Switch, и ты захотел купить себе Overwatch, после моего обзорчика, конечно, то хочу тебя обрадовать. Дело в том, что на Nintendo, чтобы играть со своими друзьями в онлайн, тебе нужно приобретать ежемесячно подписочку. Ты прикинь? Чтобы играть в онлайн, нужно покупать подписку. Да, это на Nintendo такая штука. Но Blizzard, специально для нас, они нас пожалели, сделали такое. Когда ты покупаешь Overwatch, то получаешь три месяца бесплатно онлайна. Это просто шикарно, я тебе хочу сказать, потому что подписочка не дешёвая. Подписочка на месяц, там, по-моему, 250 рублей стоит, я уж не помню. Если что, там меня поправь в комментариях. Но, суть это не меняет. Получается, что три месяца ты не будешь трогать свою копилочку, чтобы приобрести онлайн. И ещё одна маленькая плюшечка. Если ты приобретаешь Overwatch для Nintendo Switch до 31 декабря, то получаешь маленький золотой контейнер, в котором обязательно должна быть одна легендарная вещь. Это тоже немаловажно, потому что скины, которые есть и на других платформах, есть также и на Nintendo Switch. То есть сюда всё полностью перетянули, поэтому приодеться здесь хорошечно тоже можно. А чё я, собственно, тебе об этом говорю? Давай откроем мой золотой контейнер. Посмотрим, чё мне выпадет. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот такой вот золотой контейнер. Всего один. Жалко, к сожалению. Ну, что имеем? Отпираем его. И что же там легендарного? Короче, два облика. Один из них легендарный для бастиона. Ну, такой приколенький. Ну, а остальные вещи так себе. Ну что, думаю, пора закругляться. Про Overwatch на Nintendo я тебе рассказал всё. И под конец сделаю нарезочку под музичку, как обычно я это люблю. В динамичных-то играх. Ну, а с тебя, конечно же, лайкос, комментос под видос и подписочка, если ты ещё не подписан. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok